И всем привет, меня зовут Ритсу, и сегодня мы продолжаем играть в Somnium Files, и продолжим наш выход из мира сна, мира снов, где мы, собственно, и остановились. Интересная загрузка. Это, видимо, все события, которые мы пережили. Наш главный герой уснул и оказался в своем сне, где была Айба, которая находится в его глазу, искусственном. Искусственный интеллект, находящийся у него в глазу. И мы остановились в этой комнате, в которой все почему-то разрушилось, но мы снова здесь оказались, в той же самой комнате. Нам нужно отсюда выходить дальше, открыть дверь мне, говорит игра. Конечно, отношения у них и диалоги забавные у главных героев. Можно ее тоже как главного героя назвать, в принципе. Из черепа выпал пистолет. Давайте осмотрим, давайте осмотрим, для начала. Откуда в этом новом пистолет? Ну это же мир снов, тут может что угодно быть. Смотрите, это ключ, это не пистолет, это ключ, ключ-пистолет. После скелета тут уже нечему удивляться, неправильно. Если шло в окрестностях к Кьюсиу, это обычное дело. Говорят, они там в коробках исполнить, хранят ручные гранаты в холодильнике. И от кого же интересно, я это слышал. Ну получается, не сильно отличается это от Америки. Там тоже у всех. Пистолет, спасибо, я понял. Там тоже у многих людей просто так хранится дома оружие. Он случайно не выстрелит? Да не должен. Ну, как знаешь, я бы так не... Не рисковал. И подумай, подвинь-ка руки вверх, поживее. Угомонись. Никого не напоминает. Кого должно? Не понимаю, о чем ты. Я тоже не понимаю, Айба, не понимаю. Окей, дальше идем. Подойдем к двери, и видимо ключ от нее. И я так полагаю, должно быть все. Хотя, тут еще один замок. Давайте, ладно, посмотрим. Дверь заперта на замок. Ну, это мы видим. Вставить пистолет в замок. Ну, выстреливать... Ну, блин, не знаю, ради шутки, ради прикола. Пострелять. Я не уверен, что там патроны вообще есть. Давайте попробуем, так уж и быть. Представь-то мне. Люди в этом мире делятся на два типа. Те, кто открывают двери, и те, кто... Те, достреляют... Посмотрите на ее лицо, как она кайфует просто. Розочка, пистолет, прикол. Ага. Повезло тебе дверь. Айба, конечно, забавно. Я не думал, что она будет настолько мемной. Двер заперта на замок. Да, я вижу. Я вижу, давай, кроме пистолетом нашу. Думаешь, такая большая штука войдет? Не такие штуки входили. Войдет, если хорошенько постараешься. Попробуй хотя бы кончик засунь, да только конец. Только кончик. Легонь-ка. Как скажешь. Плавно, легонько. Бум. Видишь, как все просто. Я, значит, пистолет и был ключом. Ну, ты же видел, да? Или это не смотрел? Это мои указания стали ключом к нахождению выхода отсюда. Ну, у нее в своей воле так не так уж и много. Она должна выполнять свои приказы. Еще бы тоже твой был. Твой глупый сон был. Он еще не закончен. Хорошо, тебе понравилось. А теперь пора просыпаться. Прощай, прощай. Хотя не прощай, на самом деле. Мы еще увидимся. Я открываю. Чуть не поднимется. А там... А там мужик этот бородатый. Что-то он смотрит на что-то. Она подкрадывается к нему. Зачем? Осторожнее. Там кто-то лежит. Вот это да. Убийство произошло. Бытовуха. Какой-то мужик. Но он немного небритый, да? Но я не сказал бы, что он бородатый. Видимо, это воспоминание нам... Точнее, не воспоминание. Сон, конечно же. День первый. Дата... Даты А. Получил. Ну, заставки здесь, конечно, интересные. Интересные. День второй. Суббота. Уже суббота, да? Ну, хорошо. А сегодня тоже суббота, блин. Как так получается? Суббота 9.21. Сегодня тоже суббота. Постоянно какие-то совпадения в играх у меня. С датами. Особенно. Босс наш. Мы пришли к боссу. Блин, как же... Как же, блин... Ух, какая... Какая женщина. Просто посмотрите на нее. Охо-йо, Даты-кун. Охо-йо, Даты-кун. Я ждала тебя. А я-то тебя как ждал, ты не представляешь. Вас. Вас, начальник. О чем поговорим? О какие темы? Как дела? Ух, ух, ух. Какая, блин, просто посмотрите на нее. Ладно, хватит. Хватит симпить. Непонятно кому. Столько много предметов, которые можно осмотреть. Давайте просто поговорим. Чего тут смотреть? Полки, да... Вот это что? Пакетики. Что за пакеты у вас тут такие непонятные? Надеюсь, ничего запрещенного нет у вас там. Босс. Насчет того, что я делаю 6 лет назад, как проходит расследование насчет Минзуки. Вижу, у тебя здесь такой же, все такой же бородак. Как думаешь, где мы сейчас находимся? Как она ножки передвигает, переставляет. Туда-сюда, туда-сюда, просто посмотрите на нее. Здание столичного департамента полиции в Ку-Касумига-секе. Район Ти-Ода, Токио. Ну, название, конечно. Под землей. Мы на шестом подземном этаже, 30 метров под землей. И что с того, действительно, и что с того? Ни одного окна духа там, кажется, из-за того, что тут такая сидит. Горячая. Горячая дамочка. Все время темно и тоскливо, ну, можно скрасить. Так, все, хватит, хватит, не туда уже заходит. Поэтому я и стараюсь разнообразить свой кабинет, оживить пространство. Но, по-моему, чем больше вещей, тем, мне кажется, теснее и душнее. Весело же выглядит, как на вечеринке. Ну, я не особо любитель вечеринок. Там еще надпись с днем рождения. Интересно, когда у день рождения? Босс. Так, ну, я не договорил, я не хочу, я не останавливаюсь. Я не остановлюсь, пока диалоги не кончатся. Как проходит расследование? Кем ты меня считаешь, да ты? Моим начальником, главой АБИС, спецедела от столичного департамента полиции. Как мое имя? Хороший вопрос. Ммм, даже не знаю, он не... Серьезно? Он не знает? Все эти шесть лет я называл тебя просто босс, так что... По-моему, даже дольше шести лет. Я страдаю расстройством памяти. А, вот оно что. Я не помню ничего раньше последних шести лет. То есть, чем с каждым днем он забывает один день... Ну, посмотрите, ну как? Так не бывает. Как-то странно это все на самом деле. Ладно, если он не помнил какие-то там... Какие-то события определенные, но... Наверное, мне кажется, так образно сказано. Что он... Шесть лет назад он помнит что-то, а потом... Раньше ничего не помнит. Хотя в последнее время у меня появляются обрывочные воспоминания. Интересно, да? И как-то им связано с текущим расследованием. Если бы ты хорошо меня знал, тогда бы и не спрашивал. А, значит, докладывать нечего, ясно. Яре-яре. Насчет того, дело шесть лет назад. Но мне кажется, еще рановато, она не готова нам раскрыть все карты. Эй, не расскажешь о деле, о котором ты вчера упоминала? То, что произошло шесть лет назад. А, не думаю об этом. Я не удивлен. Что? Давно не была на месте преступления, разваловалась сильно. Да, я не верю. Будто сболтнула лишним, не думай об этом. Из-за этого мне еще теперь, теперь еще интереснее стало. То, что дело не имеет никакого отношения к текущему. Ну, блин. Если ты рассказала, мне кажется, оно пошло быстрее это дело. Ну, как знаешь, дело твое. А может, и имеет. Тарат сказал, что это может быть подражатель. Но, скорее всего, это тоже тот же самый человек был. И с того еще не поймали. Но мы ничего не знаем про это дело, поэтому... Я не знаю, поймали его, не поймали. Ну, да, я так думаю. Возможно, ты подражательный, но точно не тот же самый убийца. Вот-вот, увидишь, увидишь, босс. Мисс Босс. Это было бы невозможно. Вообще, нет, зеро. Зеро. Так что не зачем тебе думать о прошлом, в каких делах лучше о текущем подумать? Я не согласен, я тоже не согласен. Почему нам просто не рассказать, в чем дело? Не надо такую улыбку делать, не надо такую улыбку делать. Я вас знаю, женщин. Не думайте, что можно просто улыбнуться и говорить что угодно, потом будем верить. Да ладно тебе. Неладно, неладно, мисс Босс. Мисс хоть какие-то зацепки. Надо давать по текущему делу. Даже не знаю, можно ли назвать их зацепками. Что значит ножа для колки льда, который мы нашли у Мизуки в руках. Мы смогли опознать производителя, но... А что с этой девочкой? Где она вообще происходит? Мизуки внутри опоры. А, она же в больнице, правильно? Это она вроде бы была. Потому что здесь волосы, у них какие-то темные, а там у них прям голубые волосы были в больнице. Такие ножи продаются по всей стране, так что вычислить покупателя будет непросто. Ясно. Однако форма этого ножа с точностью совпадает с формой колотой раны убитой. Ну, я думаю, что кровь-то там не искусственная, и это, я думаю, не краска, а все, но по-настоящему. Далеко ходить не надо. Мы также выяснили, что кровь на ноже принадлежит жертве. Это уже получше информацию. Значит, большая вероятность, что этот нож и есть орудие убийства. В этом практически нет сомнений. Ну и хорошо, что вы хорошо все разузнали. Все узнали. Насчет Митзуки. Следователи говорят, что она не проронила ни слова с тех пор, как мы ее нашли. Похоже, у нее афония. Она пока не может говорить. Видимо. Что значит афония? Я предполагаю, что это после шока какого-то сильного, то человек может не мочь говорить. Не может говорить. А насчет центральной больницы. Ты отвез ее туда после того, как мы ее нашли? А ты что, не знаешь? Я же явно у всех на виду это делал. Или ты думал, что он что? Куда ее отвез? И всю ночь пробовал там с ней? Что это за вопрос? Ты что, ревнуешь? Ты прям как настоящий опекун. Нет, мы просто живем вместе. Что значит? Что значит живем вместе? Акиура Мит... Акиура Митзуки. Митзуки. Не знаю, как правильно ударение ставить. Девочка, которую мы нашли внутри карусели. 12 лет учиться в 6 классе. Некоторые обстоятельства вынудили нас жить вместе, но мы не родственники. А, то есть, прям так. То есть, она живет вместе с тобой, пропадает куда-то, ты не знаешь, где она. И потом находишь ее на карусели какой-то. Или ты дома не бываешь. Она как бродячая кошка, которая теперь обитает у меня дома. То есть, или наоборот, она у тебя дома не обитает. В любом случае, сейчас мы ничего от нее не добьемся. Ну, время покажет, время покажет и расскажет. И она нам и время нам расскажет. Насчет Акиуры Рензю. Вы еще не задержали Акиуры Рензю? Кто это такой? Его допрашивают в полицейском участке неподалеку. Он не в числе подожреваемый, просто стандартная процедура. Акиура Рензю, бывший муж Сёко и отец Мидзуки. А еще он мой старый друг. Ну, только смотрите, какой смазливый, а? Смотри, улыбается еще. Ну, смотри, поправляет. Там, ой-ой-ой, секс-машина. Интересно, что Акиура вчера делал вечером? Я звонил ему несколько раз, но он не ответил. Подозрительный тип, подозрительный тип. Хотя, кто знает, что с ним случилось. Не смог дозвониться? Неа. Местные полицейские тоже пытались с ним связаться, безрезультатно. Мы смогли до него добраться только этим утром. Объяснили ему ситуацию, попросили опознать труп Сёко. Но затем начали допрашивать. Насчет нэджа для колки льда. Которую держала Мидзуки. Нажали только ее отпечатки. Но убийца мог вполне себе использовать перчатки. Разве нет? Пока что все улики против нее. Глупости, это невозможно. Тогда поторопись и докажи ее невиновность. Она же важна для тебя, верно? Ну, конечно, важна. Мне кажется, конечно, важна. Я думаю, что она живет с ним. Хоть какую-то привязанность к ней небольшую чувствует. Ну, просто как человек хотя бы. Если он думает, что она невиновна. Че, почему, блин? Ай, я не могу насмотреться просто. Вот поэтому я и камеру мотаю, чтобы просто отвлечься от нее. Есть еще информация. Посмотрим. У нас появилась некоторая информация о жертве. Надаме Сёко. Но она из базы данных. Так что, скорее всего, ты все это уже знаешь. Я бы так не сказал. Увиделся с ней уже больше года. В любом случае, ты знаешь о ней больше, чем любой из нас, верно? Отчасти поэтому я и поручил у тебя это дело. Надаме Сёко. 36 лет. Пол женский. Место жительства района Мегуру. 36 лет. 6. Пожилая дама. Познакомилась с датой Канамы 5 лет через ее мужа, Окиура Кюру Рензю. Я сначала пропустил время своих ушей, время своих глаз, что они муж и жена, оказывается. Я только сейчас это понял, когда нам еще раз сказали, что она прям прямым текстом сказали. Я просто на имена посмотрел, но особое значение не придал этому. То есть это его жена была. А, ну тогда понятно, почему он допрашивает. Я что-то подумал. Странно. Тогда все встало на свои места. Теперь я все знаю. Отношение даты Окиуры можно назвать одним словом. Собутыльники. Я подумал, что про Небросёка говорят и даты этого мужика. Собутыльники. Муж и жена. У Окиуры и Сёка есть ребенок. Девочка имя Мидзуки. Главное подозреваемое в этом деле. Ну, спасибо. Теперь я уже обо всем догадался. Кто они, что они, кто их кому есть. А, четыре года назад они развелись уже. Что если так долго? Сёка взяла обратно девичью фамилию Надами. Кстати, это тебе. Подарки какие-то. Что ты мне хочешь дать? Бумажку. Фотография Надами Сёка. Спасибо. Очень интересно. Пригодится, когда будешь расспрашивать о ней. Би мобильника у тебя нет. Серьезно? Почему? Почему у нашего главного героя нет мобильника? Я взял фото Сёка и положил в карман. Это всё? Не могу идти? Босс. Не могу идти? Ты же мне не расскажешь про дело шести летней давности, правильно? А тут еще появились вопросы. Звонивший человек опознан? Тот, кто услышал, кричит и сообщил в полицию. Тот самый, да? К сожалению, еще нет. Как так? А в чем проблема? Он не назвал тебя по телефону. Так. А с чего он звонил? Откуда он звонил? Известно? Ну, мы же могли отследить его местоположение. Да, это, по-моему, базовая процедура, мне кажется. Скорее всего, он звонил либо с какого-то общественного телефона. А там нет телефонов в этом парке аттракционов. Видимо, с какой-то... А, ну, мы только знаем, что звонок был совершен с телефона автоматом. Ну, я так полагаю, что где-то рядом с аттракционами. Таксофон? Как необычно. Почему необычно? Ну, знает, блин. Но, может, это, скорее всего, мне кажется, что это вообще был убийца, на самом деле. Он сделал, совершил убийство, ушел, позвонил с таксофона, ну, стоящего рядом с парком, и все. Соленял. Это точно. Кем бы он ни был, он явно не хотел раскрывать свою личность. Возможно, звонил сам убийца. О, он. Хорошо, что они тоже это предполагают. Это мне нравится, что они рассматривают все возможности. Ну, что у него, что... А, так тоже может быть. И что, он станет зверьком сейчас? Ага. Она просто решила вылезти. И заняться своими делами. Ну, привет. Привет, Айба. Привет, Айба. Привет, Здорово. Здорово, я тут еще. Я же просил тебя не выпрыгивать вот так. Интересно. То есть, одним глазом он не видит все-таки. Я думаю, что он как-то соединен с его нервами, там, ну, как обычно, знаете, там. Нормально, в общем, обычный глаз, ну, искусственный. Не понимаю, чего-то недоволен, босс же меня знает. Кто тебе это сделал? Есть какая-нибудь информация вообще, что, что произошло? Ну, я думаю, что мы со временем все-таки узнаем. Надеюсь. Да все равно как-то. Может, она ей нравится. А, прикольно, смотрите, кстати, головой мы мотаем. Когда она на Сайбы смотрит. Давайте с ней поговорим. Ладно, залазь. Ты кто вообще? Ты кто вообще? Ты сейчас серьезно? Нет. Мы с тобой напарником вот уже пять лет. А, типа, про нее информация? Ты точно знаешь, кто я? Или нет? А ты довольно милый выглядишь? Нет. По-моему, она милее выглядит в наших снах. Правда? Не часто такое говорят. Кто тебе говорит это? Кто тебе? Ты глаз. А вот характер подкачал. Да нет, мне кажется, там тоже все в порядке с характером. Так, все-таки, милая или не милая? Милая, милая, успокойся. Я пошутил. Конечно, ты ему нравишься. Влюблем собственный глаз. Это, конечно, интересный сюжет. Пошутил. Как-то не очень у тебя получается. Я, конечно, вот когда начинал игру, я не думал, что наш персонаж вообще такой, ну, типа, спокойный будет. Нарасслабонен, понимаете. Шутит там еще всякое. Особенно в аснах своих. Он прям вообще раскрепощается нормально так. А на обложке, там, на вот, на игры, он такой крутой весь вся. Может, объяснишь, где смеяться? Не, совсем не милая. Да нормально, ну, успокойся. Нам, что-то наговариваешь. Зачем ты вылезла? Хороший вопрос. Давненько не разминалась. Ты же шутишь сейчас. Прошло уже пять лет с нашей первой встречи, в кавычках. Однажды меня позвали в пункт управления, и Пьютер, инженер, показал мне ее. О, флэшбэк, флэшбэк, флэшбэк. А почему... А почему этот мужик выглядит, как какой-то супергерой, я не знаю, какой-то мистер ученый из Marvel фильма какого-нибудь. Но можете назвать ее просто Айбэк, чтобы пропустил диалог, ну ладно. Искусственный интеллект, содержащийся в этой сфере, кроме как чудом, не назвать. Автономный разум, рожденный совокупными нанотехнологиями. Ее способность мыслить контролируется программой, которую мы называем системой WADJET. Хорошо. И что же, Датэ-сан, сегодняшнего дня, это ваш напарник. Извиняюсь за это. И не просто напарник, а на втором смысле станет вашим новым глазом. Ой. Блин, у меня джойстик упал, извиняюсь. Жизнь, конечно. С тех пор Айба буквально живет в моей голове. Она собирает информацию и анализирует ее. Так, секундочку. Что, нормально? Она также может подключаться к беспроводным сетям и даже взламывать компьютеры. Какой полезный глаз у нас, оказывается, есть. Когда в моей глазнице мы взаимодействуем через искусственные нервы, идущие к моему мозгу. Но ты через нее можешь видеть, получается. Они позволяют нам общаться без слов. Окей. А видеть ты можешь? Главный вопрос. А ну, давай, залезай обратно. Залазь обратно. Приказываю. Отказываю. Как? Как? Да. И все? Мои глаза Айба. Она смотрит на вещи с этим не так, как я. Че, босс? Стой, поговорим. Насчет я. Насчет глаза. Насчет Аи. Насчет Айбы. Насчет моего глаза. Хотел сейчас спросить насчет моего левого глаза. Сейчас на время об этом разговаривать. О чем есть время разговаривать? А, ми, обо мне? Насчет Аи? Этот недавно подумал о своем Я. Если вдруг у меня есть другой Я, то где настоящий Я? Не загоняйся этой темы, я тебе говорю. Оно того не стоит. Франс-на-си-жин Артур Рэмбо. Мне такое, что напомнило. Артур Рэмбо. Артур Рэмбо. Французский поэт однажды написал Я, это другой. Что ты имеешь в виду? Не знаю. Сам попробуй догадаться. Насчет Аи. Ну вот, за что, про меня можно поговорить, да? А про мой глаз нельзя. Скажи, что ты тебя значит, любовь. Ай, кстати, ай, это просто с английского, с английского, говоришь, с японского, любовь обозначает, как бы. Айбо тоже это, ай, первый слог. Айбол. А, любовный шар получается. Вот так назвать. Чего это так внезапно? Просто ответь. Не внезапно, все взаимосвязано, босс. Смотри, как он улыбается, ему весело. Наши герои улыбаются. Ммм, дай подумать. Это так пошутить пытался? Ай с японского не только искусственный интеллект, но еще и любовь к этому клонит. Вот, вот, а что вы играете? Просто знаток я, знаток. Шутка, да? Шутка потом. Любовь это шутка для тебя. Чего молчишь? Ты просто додик. Что? Как ножом по сердцу. На самом деле, это обидно было? Обидно было? Насчет тайбы. Слушай, можешь что-нибудь сделать с этим ее характером? Ну, так же, не так же весело будет потом жить. Не надо, что делать с ней. Мне нравится, мне все устраивает. Меня не спрашивание, я ее создала. Пусть Пьютер, то есть это как от компьютера, только Пьютер осталось. Пусть Пьютер с ней возится. Раз это была не твоя идея сделать? Да, но не личность, не манер разговора я до нее не выбирала. Да все проделки Пьютера. Видимо, Пьютер шарит. Пьютер шарит. Босс смотрит на ему. И все. Давайте, я пошел. Входная дверь, я не пошел. Залезай обратно, давай, залезай. Зачем ты вылезла? Еще раз спрашиваю. Зачем ты вылезла? Я хочу кое-чем доложить боссу. Ну так, вперед, докладывай. Мне? Верно. Я могла бы передать и через дату, но это было бы не так эффективно. Я почитала, чтобы вытушить и рассказать вам сразу обоим. Давай послушаем. Долго еще больше объяснять? Не перебивай. Я определила, кто сообщила преступление. О, ничего себе, у нас... Просто у нас жилаз работает быстрее, чем вся полиция. А? Что, правда? Ну так давай, продолжай, не останавливайся. Кто сообщил? Кто, как зовут, сколько лет? Женщина, мужчина, надеюсь, женщина. Я смогла вычислить телефон автомат, с которого звонили. Он неподалеку от Блум Парка и место преступления. Ну... Я так полагаю, подозреваемый тот, кто был в это время, во время убийства, там, кого заметили последним, там. Ну, конечно, мне кажется, не то его не заметили. Я решил проверить видео с камер наблюдения, находящихся неподалеку. Смогла получить доступ к базе данных? Верно. В этом районе почти никто не бывает, особенно поздно вечером. Так, и камера что засекли? Звонок был совершен около 21.00, на камеру в этот период времени попал только один человек. Ну, я так полагаю, это очевидно, кто убийца, но вот этот человек и есть. Я проанализировал запись, сопоставив лицо звонившего с нашей базой. И что, нам выпало что-то? Ну и в итоге нашла совпадение. Только не говори, что это наш герой главный будет, или там кто-то еще. А, так, прикиньте, это... Я не удивлюсь, если будет... Это сейчас муж ее. Так просто все, что ли, было? А, что это такое? Что ты такое? Матуси Таото полмужской, 24 года. На секундочку, 24 года. Я ответил его адрес на карте. Это все. Датекун? Уже еду. Собирайся, Айво. Ну. Ну, это очевидно, не убийца. Сразу можно его отбросить с кандидатуры на убийцу. Есть. А этот приказ ты соблюдаешь. Когда появится возможность посетить другую локацию, в нижнем правом углу замигает значок карты. Откройте карту, выберите место назначения. Подсказки. Вы всегда можете открыть обучение, затем... Бла-бла-бла. Окей, все понятно. Пост, есть что сказать напоследок? Нет? А тебе есть что сказать? Тебе тоже нечего сказать? Пакетики. Что за пакетики такие? Давайте посмотрим. Почему у них гробку-то стоит? Смотрите. Rest in peace. В этом, на надгробии написано. Что это такое вообще? На стойке сидит куча различных пакетиков. Часть из них заполнена маскарадными масками. Надгробная плита. Что надо делать? Надгробия. На нем выгравированы буквы RIP. Rest in peace. Что ж. А на этом мы закончим, пожалуй. Неплохо мы поговорили с боссом. Отсюда даже никуда не вышли. Ну, вышли из наших снов. Затем остались здесь. И не успели мы выйти. Но это мы уже сделаем в следующей серии. Пойдем к этому 24-летнему пацанчику. И спросим у него, что он там делал, что там было, что он слышал и прочее-прочее. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вступайте в группу ВКонтакте. И до скорых встреч. И пока.